Вопрос 1233, 4 том. Что подразумевается под словом «не сотвори себе кумира»? Ответ. Отвечает Игнатий Лавкин. Кумиром назывался идол, изображение ложного божества. Исход 24. Не делай себе кумиры никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. В Тарзаконе 7.25. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Аввакумы 2.18. Что за польза от истукана, сделанного художником? Этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Премудрец Соломона 13.16. Итак, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. В Библии слово кумир встречается 27 раз. В переносном смысле это все, что пытается подменить Бога. Это может быть император, перед которым ты преклоняешься, как перед Богом, жена или муж или дети, работа или твой собственное я, что случается чаще всего. Отвергни себя, то есть не зынь этого кумира, устранив из сердца обиду, ревность, тщеславие и самость.